Такой ночлег для автостопщика – настоящая удача. Приютить в своей квартире питерского путешественника в Орле согласился студент УГУ. Найти ночлег помогли общие интересы и интернет-технологии. Приезжай к нам снова в Питер, будем рады видеть, к нам тоже в гости. Дмитрий Воронцов – автостопщик с большим стажем. За десяток лет в ловле водительского благоволения появились даже свои приметы. Красные носки для скорости, чтобы ехать быстрее. Задобрить автостопного духа, то есть это если долго машины не стопятся, бросить, допустим, монетки. Их я бы стал бы лучше в музей какой-нибудь, свой собственный. Здесь пока бросать сейчас не буду. Коллекции Дмитрия позавидовал бы не один нумизмат. Пополняют ее и друзья-автостопщики, и водители разных национальностей. Для меня все-таки главная достопримечательность – это люди. Особенно в пути. Когда мы едем, у нас есть 2, 5, 10 часов вот этого свободного времени. И мы можем в спокойной обстановке поговорить. То есть водитель раскрывается, рассказывает о своей судьбе, истории, допустим, своей родины. С незнакомцами Дмитрий проехал от Мурманска до Красноярска. Занатил и дальше – в Казахстан, Киргизию, Армению, Осетию, Чечню и даже Турцию. Отсчет этой поездки начался 3 месяца назад. У меня маршрут проходил через Украину, через Западную Украину, потом Беларусь, Смоленск, ненадолго заезжал от Подмосковья. Путешествовать одному удается нечасто. В этот раз, к примеру, увидеть литературную столицу пожелала единомышленница из Воронежа. Автостопом Анастасия уже добиралась и до Байкала, и Дальнего Востока. Цифры не веду, не считаю, но так примерно около 60 тысяч километров пройдено, проехала. Вот где-то 4 года путешествую. В зависимости от направления меняется содержимое рюкзака в путешествиях же с попутчицей, меняется его вес. Итак, скажите, Дмитрий, сколько на этот раз пришлось взять? Ну, на этот раз, я думаю, тут килограмм 40. Можно, конечно, попробовать его и одеть. Ну, это ноша такая, не из легких. В тени, как вы считаете, вот так вот? Сейчас проверим. Ну, новичкам, я скажу вам, наверное, пройти можно всего лишь пару десятков метров. Больше вряд ли. Она грезит покорить Адыгею, он – Южную Азию. Но едино они в одном – автостоп – увлечение невременное. Автостоп – это такое более эмоциональное, более такое погруженное проживание именно самого путешествия. То есть это действительно не покатушки, а это вот способ науки и способ познания мира. После Орла их пути разойдутся. Анастасия отправится домой в Воронеж, Дмитрий дальше – в Смоленск. Домой в северную столицу он вернется лишь через несколько месяцев.